И смотрите, какой шикарный боецкий сейчас покажет игрок на Борисоныче. Вверху списка с семерочками, всего по одной арте вдвоем со взводным с Ренегейдом попал он в такой, можно сказать, шикарный бой. Да и к тому же не стоит забывать, что Борисыч на восьмом уровне не сдает совершенно позиции, все еще держит лидирующие места. Да, потому что, ну имба, ничего не поделаешь, если имба, то имба, здесь нечего спорить, как говорится, да. Ну и проезжаем сразу же на фланг, сводимся, далеко не едем, кустики заняли, главное тут не светануться, не наполучать, потому что все бывает, не стоит забывать, что у нас полный картон, поэтому нужно поаккуратнее тут нам с нашей броней. Так, ну ладно, смотрим, ждем, может сейчас кто-то появится и сразу два снарядика мы наши пристроим. Вон уже едут тяжики, что-то долго едут, думают выезжать им, получать трендулей не получать, все равно же получать придется. Опа-ча, Т-103, пожалуйста, тут появился, экран не побрит, полетела по Т-103. Но полетела да не долетела, куда нужно, ничего не поделаешь, все еще нуль урона, смотри, вот уже почти две минуты боя скоро стукнет, да, мы еще ни одного снаряда не пристроили, ни в какую бочину, да. Ну-ка, ну-ка, опа, вот это точно наш клиент, МХ-13-75, подсвечивается на центре карты, стоял там, что-то высвечивал, высматривал, ну один из двух снарядиков зашвырнули в него, ну так, так, слабовато, конечно, пока что хочется поболее. Так, ЛТГ, вон внизу катается, может поехать с ЛТГшкой разобраться, но это надо объезжать через базу, вот здесь, конечно, напрямую очень манит проехать, но понимаете, что может из этого быть, там по кусточкам сидит очень много ПТшечек, которые только и ждут, когда кто-то здесь на центре засветится, не, мы им такую радость доставлять не будем. Так, и вон ЛТГ, 250 хп, а? Ну давай, подставься уже, дружище, хватит, а то там прятаться. И ЛТГ еще, мне кажется, если не дурной, будет долго здесь нам мозги морочить, потому что, видите, он поджался, высвечивает, а нет, нет, ЛТГ не самый умный оказался, непонятно, нахрена он тут выкатывал, что-то он и так там вроде неплохо светил, Но в итоге отправляем его в ангар. Ну хорошо, почему нет? Это нас радует, ЛТГш сейчас заделали. Так, ну а тем временем все равно у нас на базе ситуация очень некомфортная, там арта, наш союзный ЛТ, если посмотреть на правый фланг, видно, что тоже уже нашу команду там поджали, и сейчас ловешник там просто разрывает. Если он сейчас лору доберет, то, скорее всего, они там по 8-9 линии продавят. Так, ну это пока что все фантазия, там посмотрим. Так, добрали мы тут ИС-122С, тем временем, которая тоже уже наглости набралась, тут едут вообще по центру карты, ничего не боятся. Да, ну что поделать, надо за такое наказывать. Ну вот уже полторашечка дамага, у нашего героя 3 фрага, то есть, ну какие-то результаты есть. Так, Т-103 светился там недавно. Давай-ка Т-103-его попробуем проверить. 4-5. Тем временем счет, что-то наша команда, конечно, совершенно не блещет, все только чуть-чуть отыграемся, сразу опять начинаем проигрывать, да? Ну что поделать? Поехали с тяжиками. Тогда разговаривать, раз на правом фланге там у нас не складывается, отправимся сюда. Ну так, на центр карты наш герой завалился, и тут он, посмотри, Пантера М-10. 725 хп летит по Пантерочке, ну... Барабанчик у нас небольшой, всего на два снарядика, поэтому откидались и стоим, ждем перезарядку. Что ж поделать, да, перезарядочку никто не отменял. Так, ну Пантеру М-10 мы должны добирать, все-таки огромная картонная будка, да? В принципе, с этим мы справляемся и проезжаем. Сейчас есть очень неплохая возможность зайти к тяжикам сзади и тут с ними поздороваться, так сказать. Пощекотать пятые точки. Сейчас вот как раз два снарядика откадышатся, там правда не получить бы самим слева, но очень уж манят эти картонные бочины, картонные задницы тяжиков. Да выезжаем, два снаряда пристроили, и пока они там свои медленные башни разворачивают, мы уже слиняли отсюда по-быстренькому, а что мы будем ждать, пока они тут до нас довернут? Не-не-не, такого мы делать не будем. Потихонечку отсюда свинтили. Так, ну и выкатываем еще раз на Торнвагна. Здесь, конечно, пришлось уже получить на 414, да еще и оставляем ему там совсем чуть-чуть ХП и приходится уезжать. Но я надеюсь, там союзники доберут, хотя если так присмотреться, да, посмотреть, то союзников у нас уже почти не осталось. Он ЛТГ, которого там разбирают, и 703-2, еще непонятно каким образом там держится тоже. Мне кажется, с таким темпом еще минуточка от силы, да, и вообще не будет у нас союзников. А противники остались очень жесткие, посмотри. БЗ-166, Торнвагн, КВ-4, Проджета-46, Кара-П-88, да что говорить. Четыре тяжа, блин, против нас. Ну, сейчас должно было быть три, но БЗ-166 каким-то чудом избегает. Сразу двух наших снарядов. Много ваншотных, но есть и не ваншотные с другой стороны. Он, Кара-П-88, вообще фуловый катается. Хоть и седьмой уровень, но тем не менее тоже не стоит его сбрасывать со счетов. Так, БЗ-166 там какой-то, посмотри, хитро выдуманный. За железной дорогой там что-то обходит, продумывает. У них шесть против двух, а он там каким-то самым дальним путем к нам едет. Движение и поворотов снижено. Ладно, так, выкатываем. Тут Проджета-46, ваншотные тем временем союзники у нас уже окончательно заканчиваются. Союзничков больше нету. И, ну, с одной стороны ситуация на Колобаново, с другой стороны попробуй. И 336 хп. Да, что-то сделать с этой толпой злых тяжей. Там четыре тяжелых танка, охренеть. И ПТшка еще. Т-103 тоже слегка на тяжа смахивающая. Так, ладно. Давайте пока время есть перед финальной развязочкой. Напомню вам, что спонсоры этого видоса парни с классного сайта ВотГолд, где вы можете золото и премиум танки получать. Советую на ВотГолд вот главный контейнер, с которого больше всего крутых призов выпадает. Там я выбивал и ловешника, и С3СМЗ, и 10 тысяч голды, и СТРВС-1. Да что только одни выбивал. Там уже, наверное, все премиум танки, которые есть, выбивал. Ну, и если вам вдруг выпадает там ненужный премиум танк, да, вот выпал Лёва, он вам не нужен. Вы можете его забрать в виде полной стоимости в золоте, в голде. И так практически любой премиум танк, да. В общем, залетайте. Ссылочка в описании. А если будете счет пополнять, вот этот наш шикарный промокод вводите. Вверху сайта ВотГолд, вверху справа находите кнопочку «Пополнить». Нажимайте ее, и там будет у вас окошко, и в нем надпись «У меня есть промокод». Вот прямо на эту надпись. Жмете, и туда в строчечку вот этот наш шикарнейший промокод вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. В общем, вся информация, ссылка на ВотГолд и наш шикарный промокод в описании под видео. Все там внизу, промокод не забывайте. Он, кстати, и на ВотКит работает, и на ВотГолд. Обязательно его при пополнении введите. Так, ну а наш герой тем временем подразобрался. Нормально так пробить удалось Т-103. Двумя снарядами, потом БЗ-166 что-то зевал. Ну и вот здесь еще и Тарнвагна добираем, да? И вот уже двое противников остается против нас. И на секундочку, у Борисоныча, посмотрите, 9 фрагов. То есть очень... Главное сейчас на бок здесь не улечься, да? За камешком, иначе было бы вообще... Жопа бы подгорела знатно. Ля, КВ-4 выкатывает, тоже не успевает ничего сделать. Хотя он так вертуху давал, если бы залетело все. Хандык бы нам был полный, потому что, ну, Борисон картонный. Не стоит этого забывать. Ну а так все по классике. То есть имба, вот это, по-разски, работает только вот на дистанции в основном. Не, может иногда и ворваться, но зачастую тогда приходится получать. А так здесь профессионал у нас настоящий играет, поэтому он не сближается. Он четко держит дистанцию, ищет еще кустики, пересвечивает противника. Два снарядика свои дает, потом спокойненько уходит на перезарядочку и делов-то, да? Так, кара П-88 он сидит, 1250 хп. Ну-ка давай, поработаем. Где он весь бой катался, что до сих пор? Вся команда его уже уничтожена, да? Он один остался. Фуловый, ну как так? А они умудряются. Это ж надо вот столько терпения иметь. В кустах это ж надо сидеть. Ну а как еще? Если ты будешь активно действовать, ну скорее всего, если вся команда уничтожена, то ты получил бы хотя бы одну тычку точно где-нибудь, да? Каким бы везучим не был. Но здесь, посмотри, фуловый кара, а? Ну седьмой уровень, но от этого не легче. Но здесь четко действует наш герой, разрывает дистанцию. И благодаря имбовости Бориске мы, видите, не светимся даже в такой ситуации после выстрела даже, да? А спокойно отрабатываем по карачу, который, правда, приближается, приближается. Хочет увидеть нас. Хочет тут что-то разглядеть. Но мы этого допускать не собираемся. Так, ну и снова занимаем кустики. Сейчас он будет здесь на подъеме. Ехать. И два снарядика спокойно заделываем ему, да? В картонные борта. Так, ну и теперь снова на перезарядку. И если прям идеально делать, то надо менять позицию. С другой стороны его пробовать высвечивать. И все должно быть хорошо. Так, ну немножечко решает. Чуть-чуть поменять позицию наш герой. Выкатываем и оформляем одиннадцатый фраг. Шикарнейшую победу. А вы лайк, подписку не забывайте. Идем к итогам. Так, ну и тут у нас войн, решающий вклад. Основной калибр пул Колобанов Мастер. 6189 дамага. 11 фрагов. Вот такая красотень. Вверху справа. Сейчас прошлый видос появляется. Залетайте, смотрите в описание. Заглядывайте. Там ссылочка на вот голд и наш классный промокод. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.